Елена Александровна, что произошло с Вашим сыном? Когда он заболел и чем? Когда Андрея не было и года, он заболел очень тяжело и был поставлен диагноз гидронефроз. Татьяна Ивановна, Вы лечащий врач Андрея, да, и наблюдаете у самого что ни на есть маломальского возраста. Да, мальчик наблюдается у меня на участке с возраста от рождения. Где-то в возрасте 9 месяцев у ребенка вдруг поднялась очень высокая температура, которая продержалась около 10 дней. Наблюдался и лечил сон первые дни у нас в поликлинике, а затем был госпитализирован. В стационаре было проведено обследование, сделана урография, на которой было обнаружено расширение и деформация лоханки левой почки и мочеточника. Нормализовались анализы в течение месяцев в условиях стационара, нормализовалась кровь. Но потом анализы опять стали плохие. И с такими анализами ребенок был выписан на наблюдение поликлиники. И что же произошло дальше? Дальше ребенок поступил под наблюдение Алан Владимировича, который провел ему 9 сеансов своего курса лечения. И где-то на 6-7 сеансе анализы мочи нормализовались полностью. И до настоящего времени плохих анализов мочи не отмечалось. Ребенок наблюдается ежегодно, 2 раза в год проходит диспансеризацию у нас в условиях поликлиники. И он в настоящее время здоров, абсолютно здоров. Насколько вот сама ситуация в период болезни угрожала его жизни? Ну, ситуация была очень серьезная, потому что гнойное расплавление почек – это очень серьезно для ребенка. Тем более для ребенка до года. Продолжение следует... Продолжение следует...